Рига как город будущего, какой быть латвийской столицей на фоне традиционных летних ремонтов и заторов. Поговорим прямо сейчас об этом здесь и сейчас в студии Домской площади с нашим утренним гостем. Сегодня это урбанист и член правления инновационного движения ВФРЭШ. Вестурс Целминч, доброе утро. Очередное лето начинается с дорожных ремонтов и транспортных пробок, а в этом году еще и со строительством Райл Балтика, которое активно входит в нашу жизнь настолько масштабным, что руководство Риги начинало предупреждать об этих проблемах и заторах еще зимой. Стоящий в пробках транспорт. Скажите, что это? Неумение планировать эти ремонты, транспортные потоки, перестраивать их? Или это наглядная иллюстрация того, что частному транспорту впредь не место в центре и все идет к ограничениям будущим? Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что это не место в центре, но преимущество в видах транспорта. Нужно смотреть больше на публичный транспорт. В смысле то, что называется по-английски perfect storm. Вот сейчас чемпионат, весна, люди катают на машинах, еще рейлбот. Будем строить моста, не только Вантовый, еще ВЕВ. Это только начало того, что у нас будет в Риге в течение следующих 5-6 лет. В общем, Дума обещает, что с окончанием строительства так называемой Восточной магистрали, когда грузовики и фуры отправят в объезд центра, ситуация улучшится. Конечно, учится. Но смотря на то, что каждый год, каждый год постепенно растет пропорция машин. У каждой нас, у нас в городе, в стране больше машин. Так что хорошо, конечно, если больших машин мы принесем на другую страницу города. Но это не значит, что пробки исчезнут. Увы, если Латвия Савалссели публично признает, что окружная дорога от Риги до Сау-Красты уже сейчас исчерпала свою пропускную способность при нынешнем количестве транспорта на ней, то что говорит до центральных улиц? Да. И это один. Другой вопрос, что ни один большой город в мире не существует без пробок. Это, знаете, 15 минут на Вантовом, это еще ничего. Нью-Йорк, Москва, Берлин, Петербург, это по-любому полчаса, полтора часа, это нормально сидеть в проках. Так что нужно забить о жизни, где у нас, вот как в субботу, да, это нельзя, этого не будет. И прокки у нас две часа утром, две часа вечером. А в течение у нас можно кататься нормально, так что это нормально все. Я думаю, слушатели тоже обратили внимание на ту дату, которую вы назвали в самом начале нашего разговора, пять лет. Ситуация улучшится. Улучшится за счет чего? Я говорю, они как наоборот, не улучшат, потому что сейчас будем, ремонт будет в Антового, места Вефа, потом будет еще Земгал Парвец, на Густа Земгал Бриебес, так что, еще Брасы, так что нам как раз нужно привыкать, что пробки в течение полчаса, 40 минут, 25 минут, это будет норма жизни, как по любой метрополе в Европе. Так у нас будет альтернатива, это ехать на публичном, и самое первое, что нужно сделать, чтобы было полосы для публичного транспорта. Что уже происходит? Да. Так называемые метробусы, в их пользу вы верите, что это тоже способ разгрузить? Конечно, конечно, это каршеринг, да, люди катают не на своих, а оставляют в другом месте, это велосипеде. Мы знаем, что люди катаются не только в Италии, но и в странах и городах, где не так уж, ну, зимой. В этом списке сейчас появятся скутеры или косинократы? Ну, знаете, скутеры, это не то, наша культура ездения, самая проблема, не то, что самое с ножем, да, можно нам и хлеб порезать, и вот напасть, то же самое с скутерами. Нужно работать не на их, как бы, как бы, айзлэгуме. Не на запрещение. А, на культуру ведения. Если у нас будет своды, как это было, наказание, что на агрессивное катание, у нас будет учиться ситуация. Так что скутеры, публичный транспорт, велосипеды, э-велосипеды, ну, как бы, и-байкс тоже одна из альтернатив, чтобы кататься на машинах. Кстати, на что я обратил внимание, о водном транспорте вслух как бы никто и не говорит. При том, что у нас прекрасная водная артерия, да, угово. Абсолютно, нам еще нужно поучиться у Копенгагена или Амстердама, где люди не только катаются, но живут на Далгове. Так что я считаю, это неисчерпанная возможность, которую вообще неиспользуемо. А во что она может трансформироваться у нас в Риге? Хорошо, у нас туристические кораблики по бешеным ценам плавают по городскому каналу. Знаете, то же самое, что получилось с такси. Было один такси, цены туда. Когда уже есть капитализм, да, есть конкуренция, вот, например, не знаю, с доллара можно докатиться на центре, на колебке. Каждые 15 минут. Вот вят с долгого, вят с миллиграду. То же самое. А почему нет? То, что сидеть на пропах. Вестер, проспект, это просто ужас. На ваш взгляд, а почему Рижская дума об этом не говорит? Не говорит. Потому что нет предпринимателей, готовых прийти сюда и начать это движение. Я считаю, что это одно, что не видит маркет или как бы рынок для того. И государство, конечно, с самого начала нужно немножко как бы субсидировать, да, дать витамины и протеины, чтобы, ну, вот, маркет заработал. Так что то, что я слышу в кулисах, что люди, некоторые говорят о том, это не вопрос, если, но когда это начнется. Это абсолютно ясно, что это временный вопрос. Не знаю, в течение 3-4 года у нас будет изначальное, как бы, старание идти на эту сторону. О водном транспорте, кстати, очень много и подробно говорилось в одном из ваших акселераторов, в Эфрэш, который так и назывался «Город на воде». Как увидели эту тему эксперты? Хорошо. О транспорте мы поговорили. Что еще может появиться? Они смотрят на мониторинг воды, качества воды, например, с, как бы, как бы, рассказать, займут, наверное, как по-русски будет. Подводные дроны, которые делают мониторинг качества воды. Например, фосфор или там в порту, как бы-то, ну вот, там что-то сплыло с корабля, вот и дроны и подводные делают мониторинг. То, что там водолазы делали, вот мониторинг 24 часа. Это одна вещь, одна команда или стартап работает с таким. Еще такая команда работает на мониторинге фосфора. Одна, другая команда работает на улучшении качества гайса. Воздуха. 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 В городе и в внутренних пространствах тоже. Мобильные команды, которые работают на... У нас здесь в вертикали, да, водная и мобилитаты. Они работают на... Например, сделали аппликации, которые уже сейчас и в Google Store, или Apple Store. Вот, не знаю, стоите на улице и хотите взять каршеринг. Там у вас Bolt и CarGuru и все. Они сделали аппликации, где все машины можно смотреть в... Воедино. Воедино, да. То, что не нужно туда-сюда-туда, посмотрел, взял и пошел запотел. Вот очень популярная такая штука получилась. Они еще сработают на дашборд для города, чтобы город мог следить за том, где, когда люди взяли машин, чтобы думать, где нужно поставить публичный транспорт. И нужно подчеркнуть, что все начинается с голого энтузиазма. То, о чем мы говорим. Абсолютно. Для одной команды, вот сейчас город и страна дают 12 тысяч евро, чтобы продукты и сервис сделать, а потом уже работай как хочешь сам. Мы работаем с отличными менторами из Израиля, которые полтора месяца делали менторинг с командами насчет маркетинга, продукта, сервиса, финансов, привлечь финансы. Потом уже, чтобы эти продукты поставить в экспорт, только не в городе, но уже... Как говорится, Лихаби, до начала. Но вернемся к той теме, с которой мы начинали. Заторы, ограниченное количество парковочных мест, неудобные съезды, заезды, повороты и так далее. Риэлторы на этом фоне, то есть специалисты по недвижимости, говорят о том, что... В том числе и это приводит к тому, что центр Риги медленно, но верно, начинает опустить. Из него уходят и не только магазины большие и маленькие, но теперь еще и жители, перебираясь именно из-за этих заторов и транспортных сложностей в районы новостроек, где можно машину поставить удобно, не смотреть на знаки, не считать деньги в мобиле или других аппликациях. Вы тоже видите в этом большую проблему? — Знаете, это как бы неоднозначно. Если мы смотрим на, как по-русски, survey, оптал я. — Опросы. — Опросы. — Опросы обшума мнения. — Но улика, не улика, а... — Мы знаем, как они проводятся. Они проводятся в интернете и совсем не обязательно... — Знаете, год через год причина номер один, не будем, можно их на их доверить или не доверять, причина номер один. Каждый год те люди, которые живут в городе, почему они убираются в Марупе или в Пинте или в Берде или в Огре, но причина номер один — воздух и громкость машин. Из-за этого люди, которые жили здесь 10, 15, 20 лет или учились здесь, все переехали в Ригу жить, они уезжают туда, потому что нету покоя, нету зелени, нету парков, а там уже есть, конечно. — Конечно. Так что, если мы больше будем строить дороги или перевязки побольше, мы и этих магазинов... — То есть это комплексная проблема? — Абсолютно. — На ваш взгляд, и все же мы не превращаемся здесь в центре Риги в вот такую Венецию, куда местное население утром приезжает на поезде, отрабатывает свой рабочий день, а дальше в 7, 8, 9 закрывает магазины, кафе, снова садится в поезд и уезжает из этого пустого центра Венеции, который отдан путешественникам и туристам. — Это факт, что мы теряем людей в центре, но не из-за того, что некуда машины поставить, не из-за того, что слишком маленькие узкие улицы. Это не повезде происходит, потому что люди хотят жить, работать в городе, отдыхать в парке. И то, что мы смотрим по всей Европе, и опять тоже, say, Лондон и Парис, они все делают это, что мы называем, улицы 15 минут. — При этом хотят очень многие те, у кого в семье одна, может быть, две, а то и три машины. То есть у мужа, у жены, у ребенка старшего. — Да, но люди научились перемещаться на метро или пешком, или на велосипеде. Я два года прожил в Нью-Йорке, там все люди, которые очень-очень богатые, катаются на метро. И в Wall Street, и люди, которые говорят, там, не знаю, обслуживание сектора, говорят. Это эволюция любого города, что нужно пережить, что нам нельзя вот этих, не знаю, 20-30 тысяч людей потерять, в которых хотят еще в центре жить. Там нужно больше парк, больше площадок для детей, десятками, и пардогов, и по везде, чтобы люди восстались в городе, а не уезжали там, и в Огры. Конечно, эти тоже будут, ничего против этого, потому что люди, которых хотели в городе, чтобы у них была альтернатива, возможность остаться в центре. И не насчетно, что нужно покататься на улице Брибес на 60 или на 70. Это не ответ, понимаете? И больше парковок тоже не ответ. Больше парков, садиков, школ, хороших вузов, хороших магазинов и все другое. Что, когда мы едем на Париж или на Берлин, отдыхаем там же, понимаете? Ну, сдается, что в Париже, в Берлине, в уже упомянутом Стокгольме, других городах, дискуссия состоялась, и в ней участвовали все заинтересованные стороны. Видите ли вы готовность Рижской думы усадить всех за стол? И видите ли вы, что все заинтересованные участники готовы сесть? И откровенно об этом дискутируют. Потому что каждый выбор, наверное, вы тоже замечали, каждый мэр-победитель приходит и идет на эти выборы с постулатом, что Рига и центр Риги должен быть удобен, дружественным для всех. Для пешеходов, велосипедистов и транспортников. То есть тех, кто сидит за рулем. Знаете, я бы сказал, что да, вкратце да, они делают больше, чем 10 лет назад. Но вопрос не только о том, что сели, но сели и потом еще поставили action point. Но хорошо приняли решение, что дальше. Это сколько будет? 2, 3, 4, 5 года. Потому что люди же принимают решение на то, где они будут жить в long term, как это называется, но не на 200. На ваш взгляд, кто сейчас диктует этот тренд? Сторонники так называемого зеленого курса или те, у кого 1, 2, 3 машины и так далее? Я считаю, что, ну, конечно, город считает, что нужно идти на пешеходный и публичный транспорт. Вот, которые люди, вот, работают в сетях, да, они вот говорят, что вы делаете вообще, там, измирает. Но, я говорю, ответ не том, что больше парковок, ответ нигде в мире не то, что вот больше полосок. Мы поезжаем по другому городу. Это у нас 4 полосы. Китай 8, 9. И тоже не хватает, понимаете? О том же речь, да. И сейчас, говорится, что, я считаю, одна большая вещь, что в Риге нужный маршальный план. Не то, что вот взяли там 10 миллионов, а нужно 150 и поставить на инфраструктуру города, чтобы город и центр был очень привлекателен, понимаете? Это самое главное. И это не будет, это просто капель в океан, вот туда поставили там парок скамеек. Это не будет работать. Несомненно. Почему-то вспомнилась яркая цитата, которая прозвучала несколько дней назад здесь, в дискуссионной программе, моей коллеге Ольге Князевой. Открытый вопрос. Мэр Риги, господин Статис, сказал, что Рижская дума буквально на фекалиях в городской канализации подсчитала, что ежегодно в Ригу приезжают и уезжают ежедневно. Около 200 тысяч нережан. Что делать? Создавать парк-эндрайды, где можно оставить машину, удобно пересесть на уже упомянутый общественный транспорт, или убедить владельцев крупных торговых центров, что авто этих людей выгода в том числе и для них, и отменить ограничения по времени, а порой и плате для таких стоянок? Я думаю, что это будет значить от географии. Например, есть места, городик, что-то нормально. Едем там с Курзема, я с Юрмала, например, с Пиццы. Едем с Берги. Алфа уже слишком далеко. Это нужно делать уже ранее. Например, у Юглы. А там уже нет парковок в таком масштабе. Так что будет это и то, и то. Будут и парки, и большие, это как бы плантации, например, у больших центров. Так что это будет и то, и то. Но вопрос не то, будет это ли, но когда это будет. Это абсолютно не ясно, что будет. Ну, главное, что есть такие неравнодушные люди, что в том числе и благодаря вашей подаче, такие дискуссии не только начинаются, но и продолжаются. Что в том числе и вы, и WeFresh не дает покоя, в том числе и столичному самоуправлению. Большое спасибо за это. Это дорогого стоит. Ну, и большое спасибо, что за это такой неожиданный выходной день вы все же дошли до нашего радио, до нашей студии. И наше интервью чуть было не поменяло формат, чуть было не превратилось в дискуссию. Большое спасибо. Спасибо. Вестурс Целминч, член управления инновационного движения WeFresh, урбанист был нашим утренним гостем. Друзья, я напомню, что наше большое интервью вы можете не только слушать, но и смотреть. Заходите в YouTube, подписывайтесь, кликайте, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ну и, конечно же, оставляйте комментарии. Думская площадь. С добрым утром!